Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Elementor и Elementor Pro обновляются. На момент записи этого видео у меня последние актуальные версии Elementor 3.21.8 и Elementor Pro 3.21.3. А также не стоит на месте встроенный искусственный интеллект в Elementor Pro. Он обновляется, улучшается. И мне захотелось записать это видео, посмотреть, показать, что сейчас искусственный интеллект умеет в Elementor Pro версии. И потестить какие-то моменты. Также промты, которые я писал, маленькие, небольшие, возможно вам пригодятся. Я тоже покажу, что я использовал. Самое важное и интересное для меня это текст и уникальность. Насколько он хорошо и правильно пишет текст. Как он понимает промт внутри Elementor Pro. А также мне интересуют в CSS разные вещи. Там анимации, тени и так далее. И давайте посмотрим на примере текста. Я задал такой промт. Напиши уникальный текст, не менее 2000 знаков, про WordPress 2024 года и на русском языке. У меня он написал сначала на английском, поэтому надо было указать на русском. Он написал маленький текст, поэтому я промт расширил, указал 2000 знаков. Что я здесь делал? То есть я открыл страницу в режиме редактирования Elementor. Далее я нашел текст, аддон текст. Вот он. Перетащил его на холст. Этот текст был написан искусственным интеллектом. То есть вот здесь было, то есть текста вообще никакого не было. Вот здесь вот обращаем внимание, кто еще не знает, как пользоваться искусственным интеллектом внутри Elementor. То есть появляется вот такая вот иконочка в тех местах, в Elementor, где возможность есть использовать его внутри Elementor. То есть вот такая вот иконочка. Давайте покажу. То есть нажимаем сюда. То есть текст это здесь уже есть. У вас изначально вот так вот ничего не будет. Здесь есть подсказочки. Или промт вы можете просто вставить вот в эту область. И нажать создать текст. Он там какое-то время думает. То есть вот так вот я брал текст. Свой промт. Вот сюда я его вставлял. И нажал вставить. Какое-то время он думает и показывает текст. Но самое важное, чтобы он был уникальный. То есть в процентном соотношении мало где встречается на других сайтах. То есть нет смысла от этого текста, если у него уникальность низкая. Как проверить уникальность? Вот некий сервис, некий сайт. Ссылку на этот сервис я оставлю. И вообще коды, примеры, промты. Все, что к этому видео я оставлю на своем сайте в статье соответствующей. Ссылка на статью будет под видео. Вот смотрите. Я проверил текст. Во-первых, вот здесь вот. Я сказал не менее 2000 знаков. Почти точно. Ну то есть текст достаточно емкий. И уникальность 85% это хороший показатель. Его можно использовать на своем сайте. То есть текст не ворованный с какого-то там сайта или еще что-то. Да, он не 100% уникальный, но уникальность у него есть. Скажем так, если у вас будет процентов 60-70, я бы не рискнул. Или менее процентов. Не рискнул использовать это на своем сайте. Но это не значит, что вы не можете пробовать. То есть вы можете, если текст не уникальный. Кстати, зависит это еще от того, насколько тема избита. Если это какой-то очень популярный запрос, где он может часто встречаться. Ну то есть уникальность сложно сделать. Потому что тема раскрыта на многих сайтах. Вы можете просто заново и заново менять промт. И заново и заново пробовать. Он по-разному. Каждый раз искусственный интеллект по-разному вам выдает слова. Выдает текст. Потом здесь же можно еще внизу, не забывайте, изменить тон текста. Сделать длиннее текст. То есть прямо отсюда можно кнопку нажать и текст будет скорее всего длиннее. Дальше перевести на язык. Вот давайте вот здесь в примере прям попробуем. Я выберу, к примеру, испанский. То есть как это происходит. Вот этот текст, который он уже написал мне на русском. Пробуем, чтобы он искусственный интеллект перевел на испанский. Чисто просто пример. Тест. Я не знаю испанский ли это или нет, но я вижу, что весь текст уже находится не на русском языке. Можно нажать использовать. И текст тогда вставится на ваш сайт. Вот в эту область аддона. Я использую Elementor Pro, но у меня не расширенная версия искусственного интеллекта. Там нужно доплачивать деньги, чтобы у вас было больше кредитов. Поэтому, возможно, здесь не все смогу показать, потому что в некоторых моментах, пока я тестировал, допустим, с текстом, у меня уже там висит ограничение, что нужно либо продлить, увеличить кредиты искусственного интеллекта, либо через какое-то время, я не знаю, через какое время, опять возможность появится мне пользоваться в рамках моего лимита. Ну, вот смотрите, вот картинка здесь была. Как отделился фон? Вот вы видите, достаточно неаккуратно. То есть, вот несмотря на то, что там все у нас дальше развивается. На фотошопе, я думаю, что это будет более аккуратно вырезано. Вот видите, да? Колеса видно. И вот смотрите, как было. Вот картинка. То есть, изначально, давайте посмотрим. Вот это была картинка. Вот давайте посмотрим. Вот такая была картинка. Давайте сразу и посмотрим. То есть, достаточно сложное изображение, на самом деле, я дал искусственному интеллекту, потому что цвет фона очень близок к цвету самоката. То есть, если у вас будет контрастное отличие самого объекта и фона, возможно, искусственный интеллект более точно вырежет. Я специально дал картинку сложную, очень сложную. И посмотрим. То есть, захожу в режим редактирования. Видим. То есть, это просто аддон изображения у меня. Виджет изображения Elementor. Напротив изображения видим иконку искусственного интеллекта. Нажимаем на нее. Я уже ранее, кто не смотрел, вообще рассказывал, когда искусственный интеллект только появился в Elementor, я уже рассказывал. У многих здесь плюшках. Сейчас просто это видео мы смотрим. Возможно, что-то изменилось, улучшилось. Сам искусственный интеллект должен лучше работать. И тут уже вот есть, видите, кнопку удалить фон. Нажимаем на нее и потом нажимаем удалить фон. Возможно, второй раз он как-то по-другому уже удалит его. Либо лучше, либо хуже. То есть, он не может это сделать одинаково хорошо. Вот вы это видите, что он примерно так же все вырезал. Нравится, допустим, картинка. Можно либо редактировать, нажать, либо сразу использовать. Как я еще и повторяю, что, возможно, картинка будет лучше вырезана, если она будет попроще. Здесь сложное изображение. Дальше. Теперь переходим к одному из самых интересных. Это какие-то CSS-возможности, которых нету в самом Elementor. Вот смотрите, какой прикольный я сделал видеофон. Точнее, градиентный фон, который анимированный, листается от цвета к цвету. Четыре цвета здесь используются. Вы это видите. И самое интересное, что я могу вам дать этот кусок кода, который мне выдал искусственный интеллект. Если, допустим, у вас нету Pro-версии. Хотя, если у вас нет Pro-версии, то вот пользовательские CSS вот этого окна у вас тоже не будет. Но, допустим, у вас закончились кредиты искусственного интеллекта или еще какие-то моменты. Или у вас есть плагин, где можно вставить CSS. Но он должен быть вставлен именно к этому блоку. То есть вот этот код, кому интересно, я на своем сайте приложу. Потому что этот код будет работать у вас. Вот к этой секции. Если вы ее вставите так же, как без искусственного интеллекта вообще, просто вставите код вот в этот пользовательский CSS именно в секции, тогда у вас то же самое будет, как у меня сейчас. Вот такой вот интересный, симпатичный фон без искусственного интеллекта. Поэтому заходите на мой сайт и этот код копируйте и вставляйте у себя. На мобилке, то есть все, вот он, фон виден. Все работает. В общем, как я его получил? Давайте посмотрим. Я сейчас временно удалю фон. То есть вот это просто секция, да? То есть я зашел в расширение настройки, пользовательский CSS. Вижу иконочка генерации искусственного интеллекта. Смотрите, какой промпт я задал. Создай фон CSS, анимированный градиент, переливающийся из четырех цветов. Синий, зеленый, красный, розовый. Вот посмотрим, если я еще раз ему задам этот промпт. Переходим. Здесь есть подсказки, которые можно использовать. Или просто вставляем текст. Создать код. И, к сожалению, я не могу показать этого еще раз. Потому что вот как раз-таки у меня кредиты закончились. И предлагают обновить. Но это не страшно. Главное, я вам это показал. У меня код этот есть. Причем кредиты не работают именно здесь. Ну, то есть он тут кончился, допустим, с картинками. Еще могу работать. Вот. Код у меня есть. И давайте, кстати, покажу с кодом. Вы можете его менять. То есть вот, чтобы он не был такой же, как у меня. К примеру, он у меня сделал вот здесь, вот в этой части кода. Это 10 секунд. Вот эта скорость анимации, видите, переливание цветов. У меня было 10. Он достаточно быстро. Я просто поставил 20. Там S, это секунды. Вот тут 20 секунд. И это медленней. То есть сделайте 2 секунды, будет очень быстро переливаться. Что вы еще можете сделать с кодом? Цвета у вас вот здесь. 4 цвета. Это коды цвета. Решетка обязательно. Идет код цвета. Как код цвета подбирать, кто не знает. Берете пипетку, программа пипетку на компьютере. Или онлайн пипетка. Какой-нибудь сайт в интернете находите, где позволяет код цвета дать. То есть у меня там идет цвет синий, зеленый, красный, розовый. Вы подбираете код цвета ваших цветов и просто меняете вот здесь вот код цвета. Вот так вот, как я выделал решетку, запятую, оставляете, меняете код цвета на свой. Вот 4 цвета можете поменять, скорость можете поменять. То есть вот такие данные вы можете сами легко поменять вот в этом уже готовом коде, который сделал искусственный интеллект. И использовать у себя вот такой вот бэкграунд. Следующее, что бы я хотел посмотреть, это работа с текстом. То есть это просто аддон заголовок. Я здесь написал адрес своего сайта. И вижу здесь иконку искусственного интеллекта. Да, здесь, кстати, здесь тоже, да, возможность есть что-то делать. На самом деле надо зайти в расширенные и зайти в пользовательские CSS. Вот этот код я тоже дам вам. Давайте посмотрим. Это легкая тень. То есть я просто использовал добавить 3D тени к тексту. Я не писал свой промт. И он мне его добавил. Но я захотел добавить дополнительный код к тому, что уже есть. Допустим, градиент анимированного текста радужного цвета. Как это можно было сделать? Я поставил вот курсор под кодом на строке 6, чтобы ниже этот код появился. Он появился там. Сейчас не могу показать. У меня, к сожалению, закончились кредиты. Но я просто вам рассказываю. То, что тень он дал, а вот другие все три вот эти подсказки, по идее, должны работать вместе с этим кодом ниже. Но эти все три выше дали либо никакой, либо непонятный результат. То есть все же пока что у нас еще не идеально работает искусственный интеллект. Но вот 3D текст вставил хорошо. И здесь, если вам мало его, что он едва заметен, этот код я тоже вам приложу на своем сайте в статье, чтобы вы могли использовать к своим заголовкам. И подскажу, как его редактировать. То есть shadow это тень. И вот первый идет, видите, один пиксель. Вы можете просто вместо одного, чтобы посмотреть, где это будет меняться, вместо одного поставить пятерку. Вы видите, тень сместилась. Следующий пиксель, пятерка, это вниз. Видите, тень уходит и стал уже более явно. Следующие два пикселя. Это blur, размытие. Потому что я вижу, вот даже десятку сделал. Видите, как размылось. И давайте вот здесь я верну два. Два. Вот так, к примеру. Это так, как вы можете маленький кусок CSS кода редактировать. И дальше идут цвета. Опять три нолика. Черный. Вот один пиксель я еще не тестировал. Тут тоже какой-то эффект. И вот тут еще есть цвет. И получается, что вы можете так пипеткой поменять цвет. Вот вам, к примеру. Видите, красная тень. Я просто код цвета вместо черного поставил свой код. То есть вот так вот легко уже готовый код можно редактировать. То есть поверх этого градиента вы же вот здесь вот, вы, надеюсь, понимаете, можете и текст добавлять сверху. Вот и текст, и картинки. И у вас будет сзади такой вот градиент. Давайте еще посмотрим, к примеру, вот мое фото. Захожу в искусственный интеллект. Захожу вот сюда, генератив full. Это толщина кисти. Я это уже показывал. Рисуем там, где хотим, что добавить. И зададим сейчас промт. Допустим, хочу добавить волос. Пишу свой промт и нажимаю создать. Вы можете встретиться вот с таким вот предупреждением, что не удалось сделать задуманное. Попробуйте позже. А вот здесь есть иконка улучшить подсказку, вашу подсказку, то есть ваш промт. И видите, что он, я нажал сюда, и что он пишет. Как я понимаю, вам нужна модификация предыдущего запроса, исходя из этого. И он что предлагает сделать? Изображение женщины, то есть вообще, то есть подсказка абсолютно неправильная. Я хотел просто добавить сюда волос. Но мы можем просто ради прикола попробовать нажать создать. Изображение женщины с белой длинной гривой и так далее. Такой вот большой промт. Нажимаем создать. И опять я сталкиваюсь с неудачей. То есть это не ограничение кредитов. Это действительно у них какие-то возможности, проблемы. И не удается реализовать задуманное. Хотя раньше, достаточно давно уже, в принципе, у меня вышло видео, когда он только появился, искусственный интеллект в Elementor. Вот эти вещи работали быстрее. Возможно, сегодня какой-то неудачный день. В любом случае, мне удалось показать для тех, кто еще не в курсе, что есть такие возможности. К сожалению, это все не бесплатно. И Elementor надо покупать. То есть Elementor можно только купить. Про-версию получается. И искусственный интеллект с ограниченными кредитами будет здесь. Но их очень мало. То есть там нужно будет еще доплачивать за более количество кредитов. Надеюсь, для вас блок интересен и полезен. На этом я с вами не прощаюсь. И мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok